Здравствуй, Аня. Мы занимаемся историей. Тема нашего урока Пётр I. Детство и юность. Пётр I, Аня, это царь. Русский царь, который с 1721 года становится императором. Это выдающийся государственный деятель, полководец и дипломат. И вся его трудовая деятельность связана с преобразованием и реформами, которые он проводил в России. Все они были направлены на то, чтобы устранить отставание России от европейских стран. Происходило это в начале XVIII века. Появление на свет Петра I было связано с таинственными предсказаниями двух монахов. Они по звездам определили и предсказали царю Алексею Михайловичу Романову, что вскоре у него родится сын и нарекут его Петром. И что именно он наследует его престол и станет таким героем, с которым не сравнится никто из современников. Вот перед тобой портрет Алексея Михайловича Романова. Это папа Петра I, а это Наталья Кирилловна Нарышкина, мама Петра I. Ну и в ночь на 30 мая 1672 года над Москвой, на темном небе, ярко засияла большая звезда. Ну и считается, что в этот момент жена Алексея Михайловича Наталья Кирилловна родила сына. А наутро люди говорили, что царский сын будет великим человеком, ибо сам Бог приветствует его появление на свет новой звездой. Ну и как ты уже поняла, маленького царевича назвали Петром. Вот вы его здесь видите. В пять лет Петр I уже начал учиться. Учился он хорошо, учился он охотно. А на досуге он любил слушать рассказы, рассматривал книжки с картинками. Учителем его был Никита Зотов. И он рассказал царице, что Петр I очень увлечен книгами. И тогда царица приказала выдать исторические книги, выдать рукописи с рисунками из дворцов библиотеки. И кроме того, она заказала мастерам в оружейной палате еще несколько новых иллюстраций. Вот Петр I в пятилетнем возрасте. А вот это он уже с Никитой Зотовым. Они учатся. Детские годы Петра I проходили довольно трудно в тяжелой домашней обстановке. Очень рано умирает Алексей Михайлович, его отец. И на престоле воцаряется его брат, брат Петра I. А Наталья Кирилловна и Петр, малолетний, вынуждены были покинуть Москву и уехать в село Преображенское. Именно там Петр I и проводит все свои детские годы. Сейчас посмотри, пожалуйста, на династическую таблицу. В центре Алексея Михайловича Романов, отец Петра I. Справа первая жена Алексея Михайловича. Слева, вернее, а справа Нарышкина Наталья Константиновна. Это мама Петра I. Вот у них единственный сын Петр Алексеевич. А вот от первого брака у Алексея Михайловича было много детей. Но царствовали, посмотри, вот Федор Алексеевич, Софья Алексеевна и Иван V Алексеевич. Пока Петр был маленький, на престол зашел, как и полагается, брат. Но после смерти старшего брата Федора по главе государства встала его сестра Софья. Вот ты видишь ее. Вот один ее портрет и другой. Ну, уже по портрету можно понять, что это довольно классная женщина, честолюбивая. Петр же, пока Софья правила, Петр в это время находится с Натальей Кирилловной в селе Преображенском. И ради забавы Петру построили крепость со стенами, с башнями, с рвом и настоящим подъемным мостом. Крепость назвали Потешной. Вот на рисунках ты видишь ее. Почему Потешной? То есть игрушечной, если на наш современный язык перевести. И для боевых забав и потех Петр набирает сверстников местных мальчишек. И из них создает два полка – Семеновский и Преображенский. И нужно сказать, что Потешные солдаты со всей точностью выполняли команды своего маленького командира. Вот стоит Петр Первый, командует. Ну, а у солдат ты видишь сабельки деревянные, но все-таки сабельки. А вот это мы с тобой видим уже форма солдат Потешного войска. То есть это так они стали выглядеть, когда уже, скажем так, стали довольно взрослые. Однажды Петр в усадьбе своего родственника обнаружил брошенную лодку. Вот ты ее видишь. Любопытный царь решил ее отремонтировать, приказал, вернее, ее отремонтировать. И английский бот, который был предназначен для плавания на море, был отремонтирован. И его спустили на реку Яузу. Впоследствии Петр Первый называл этот ботик дедушкой русского флота. Петр Первый уже в то время заинтересовался кораблестроительством. И он мечтал уже тогда, чтобы Россия стала сильной державой. И понял, что для того, чтобы сделать Россию сильной, нужен флот, нужна регулярная армия. Кроме того, Петр Первый еще в юности понял и стал ценить не знатность, родовитость, а способности человека, его смекалку и преданность своему делу. Это, посмотрите, художник Мясоедов изобразил сцену, когда Франц Тиммерман объясняет юному Петру Алексеевичу устройство этого ботика. То есть того, которого нашли как раз в одном из сараев села Измайлово. А это Петр Первый изготавливает руль. Он вообще был очень трудолюбивым человеком и очень быстро всему учился. Это Петр Первый на ботике на реке Москве. Вот ботик уже отремонтированный и Петр плывет по нем, на нем. А вот эта картина говорит о том, что когда Петр уже построил русский флот, он не забыл про своего дедушку. И вот тот самый ботик, видишь, какой он маленький, конечно, по сравнению с другими кораблями военными. Но все-таки художник Всеволожский написал картину «Торжественная встреча ботика судами Невского флота». Ну и, как я уже говорила, плавание на ботике пробудило в царе. Скажем так, тягу, наверное, к мореплаванию, кораблестроению. И именно благодаря вот этому вот маленькому ботику в России появляется мощный флот, который потом завоевывает выход в Балтийское море. Появляются слухи, что якобы между Петром Первым и Софьей начинают возникать отношения, которые, ну, мягко скажем, не очень хорошие. То есть Петр растет и претендует на престол. Софьи приближенные стали нашептывать, что в скором будущем царь сместит ее с престола и будет управлять сам. Потому что в России власть передавалась от отца к сыну. И Петр был на тот период времени, ну, скажем так, полновластным, должен был, скажем так, вступить на престол по закону. Ну, Софья смотрела на потешные полки Петра Первого скептически, улыбалась. Почему? Потому что она не боялась этих потешных полков. У нее были стрельцы, то есть это настоящие отряды, где люди умели воевать. У них было настоящее оружие. Полков этих было целых 16 в Москве. И ей ничего не стоило отдать приказания этим полкам. И, конечно, в Преображенском все крепости, все потешные полки были бы уничтожены. Ну, а вот это вот художник Кившенков в 1880 году написал картину «Военные игры потешных войск Петра Первого» возле села Преображенское. Здесь мы уже видим, что у Петра Первого сабля уже настоящая. Ну и войска, скажем так, совсем уже здесь выглядят непотешными. В 17 лет Наталья Кирилловна, мама Петра Первого, решила его женить на Евдокии Лопухиной. Петр матери не противился. И 27 января 1689 года была сыграна свадьба младшего царя. Однако, меньше чем через месяц, Петр покидает свою жену и уезжает на несколько дней на Плещеево озеро. От этого брака у Петра Первого был сын Алексей Петрович. Вот ты видишь его. Вот который, ну, к сожалению, не оправдал надежд Петра Первого. А вот это Евдокия Федоровна Лопухина, жена Петра Первого. И в 17-летнем возрасте между Петром и правительницей Софьей возник конфликт. В этом же году он отстраняет ее от власти. И 27 августа 1689 года Софья была заключена в Новодевичий монастырь под строгий присмотр. Старший брат Иван, ну или Иоанн, как еще их называли тогда, встретил Петра в Успенском соборе и фактически добровольно отдал ему всю власть. И считается, что с 1689 года Иван не принимает никакого участия в управлении. И хотя до самой смерти считается соправителем царя. Это портрет молодого царя. Ну, а вот это царевна Софья. Это она уже в Новодевичьем монастыре. На этом, Анечка, мы наш урок заканчиваем на сегодня. Если тебе понравились какие-то иллюстрации, а то ты можешь их нарисовать и отправить мне на электронную почту. До свидания.